В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжается месяц чистоты и благоустройства. Традиционно мы убираем каждую весну. Во дворце спорта Видное в третий раз прошел фестиваль здоровья. Есть услуги бесплатные, которые оказывает муниципалитет. Есть услуги, которые оказывают предприниматели. Выставка «Мелодия цвета» выпускников заочного народного университета искусств открылась в историко-культурном центре. Чем больше ты учишься рисовать, тем многограннее мир. В Ленинском городском округе продолжается месяц чистоты и благоустройства. В преддверии летнего сезона дорожные и коммунальные службы, а также управляющие компании муниципалитета очищают дворовые территории, тротуары и остановочные павильоны. Месяц чистоты продолжается. Больше 50 рабочих вышли на улицы Видного, чтобы облагородить территорию. Работы идут на Советской улице и на проспекте Ленинского комсомола. Особое внимание дорожные и коммунальные службы муниципалитета уделили благоустройству территории, расположенной между домами 78 по проспекту Ленинского комсомола и 30 по Советской улице. Традиционно мы убираем каждую весну. Где-то в середине апреля мы его убираем. Когда он чуть-чуть подсохнет, ребята работают отлично. Территория пользуется популярностью у учащихся пятой школы, а также стала любимым местом для выгула собак. Житель города Видное Юрий Тихонов отмечает, что уже заметен результат уборки, а ходить по привычным тропинкам с домашним питомцем стало приятнее. Если овраг станет чище, то многие собачники будут со спокойной душой гулять тут и весело проводить время. Традиционно месяц чистоты и благоустройства Подмосковья завершится общеобластным субботником, который пройдет 27 апреля. В этот день облагораживать территорию выйдут все коммунальные службы муниципалитета, подведомственные и подрядные организации, а также неравнодушные жители округа. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Для постоянной регистрации в муниципалитете необходимо обратиться в отдел по социальным вопросам по адресу город Видное, улица Школьная, дом 24А, кабинет 103 с документами, паспорт с НИЛС, сберкнижка, либо выписка из кредитной организации о реквизитах счета. Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 9 до 17.00 и в пятницу с 9 до 16.00. Телефон для справок 8 498 547 3432. Гражданам, которые ранее предоставляли документы с ноября 2023 года, обращаться не нужно. В Дворце Спортовидное состоялся третий фестиваль здоровья. Каждый желающий смог проконсультироваться со специалистами государственных и медицинских центров, а также провести профосмотр. Как жители проходили диагностику, узнала Инга Инчук. Фестиваль здоровья в Ленинском угруге уже стал доброй традицией. Это событие объединяет сотрудников медицинских учреждений и позволяет им стать ближе к жителям. Мероприятие началось с награждения сотрудников сферы здравоохранения за их плодотворную и общественно важную работу. За взаимодействие и плодотворное сотрудничество в оказании помощи и в оказании скорой медицинской помощи. Большое вам спасибо. В фестивале приняли участие Видновская клиническая больница, стоматологическая поликлиника и перинатальный центр. Также свои услуги представили 13 коммерческих медицинских учреждений. Фестиваль проводится торгово-промышленной палатой при поддержке администрации Ленинского округа. Есть услуги бесплатные, которые оказывает муниципалитет. Есть услуги, которые оказывают предприниматели. Это коммерческие клиники, которые оказывают услуги те, которые не оказывают муниципалитет. На площадке наши медицинские центры смогут предоставить такие обследования, как УЗИ, щитовидные железы, УЗИ малого органа таза. Можно пройти обследование у эндокринолога, невролога, стоматолога, офтальмолога. То есть большой спектр медицинских услуг. Видновский перинатальный центр провел мастер-классы для будущих мам и пап по пеленанию и кормлению малыша. Там же расположился аппарат УЗИ, где каждая женщина в положении могла пройти обследование и узнать, как протекает беременность. Мы делаем ультразвуки здесь же. Дальше учим пеленать мам и пап. И здесь, что очень отрадно, что здесь не только девочки-беременяшки, а также их будущие папы. Ксении Двойнишниковой специалист помог сделать упражнения на шаре для беременных. Занятия на фитболе способствуют мягким родам. Поделитесь ощущениями. Очень необычные ощущения, так как это первые роды. Но будем набираться в практике. Здесь также можно проверить здоровье. Видновская стоматологическая поликлиника проводит осмотр пациентов, оценивает качество зубов и десен, а также дает советы и рекомендации по лечению. Самое главное, когда вы используете гель, вам нужно делать массаж десенки круговыми движениями. От белого к красному, от красного к белому. Как будто вы выгоняете микробов оттуда. Лидия Дюжева пришла на фестиваль здоровья специально, чтобы посетить стоматолога. Ее беспокоили боли в деснах. После осмотра ей были назначены рекомендации по лечению. Ждать очередь недолго было. Буквально минуты две подождала. И она очень квалифицированно все ответила. Конкретно у меня вопрос был маленький по воспалению десенки. Я очень довольна, как она профессионально все рассказала. Фестиваль здоровья ежегодно объединяет врачей и жителей, а также позволяет решить те или иные вопросы прямо на месте. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Крепка семья, крепка Россия. Под таким девизом во Дворце культуры «Видное» прошло мероприятие, посвященное Году семьи. Главные герои – выдающиеся семьи нашего округа. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Олеси Мордвиновой. Объявление президентом 2024 года «Годом семьи» – это еще один шаг на пути к укреплению семейных ценностей. Ведь крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества. Все прекрасно понимают, что семья – основа любого общества. В конечном итоге – основа любого государства. На торжественное открытие цикла мероприятий, посвященных Году Семьи, были приглашены семьи участников СВО, многодетные и творческие семьи нашего округа. Эти семьи – образец воспитания детей, соблюдения традиций и поддержки друг друга. Анна Морозова вместе с детьми ждет возвращения мужа с СВО. Несмотря на трудности, каждый член семьи заботится друг о друге. Семья – это счастье, а счастье в первую очередь – это дети. Дети – те, которые тебя всегда поддержат, дети, которые всегда будут с тобой, несмотря ни на что. Каждая семья получила памятную статуэтку и вошла в электронный семейный альбом Ленинского городского округа. В конце года на заключительном мероприятии его презентуют всем участникам. Мы, как Управление по делам молодежи, культуры и спорта, самый главный электронный альбом и, может быть, какой-то большой передадим в историко-культурный центр. И это будет, в общем-то, история нашего района, нашего округа. В этом году большинство образовательных, спортивных, культурных и церковных мероприятий будут объединены общей темой и посвящены Году Семьи. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Завораживающие натюрморты и пронзительные портреты, городские пейзажи и виды средней полосы России. В историко-культурном центре представили свои работы выпускники Заочного народного университета искусств. Выставка получила название «Мелодия цвета». Максим Козлов побывал на открытии. Это выставка работ выпускников Заочного народного университета искусств. Эта выставка посвящена 90-летию этого учебного заведения. Эта выставка – доказательство того, что если веришь в мечту и идешь к ней, все обязательно получится. Заочный народный университет искусств или сокращенно ЗНУИ – уникальное учреждение, где получить образование может любой желающий научиться рисовать. После открытия экспозиции экскурсию проводят сами художники. Это ирисы. Они меня просто заворожили. Это у моей подруги в саду. Они меня просто не оставили равнодушно. Пришлось прийти и нарисовать. Алексей Сурин, хоть и рисовал с детства, поначалу выбрал работу экономиста. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Исполнить давнюю мечту и стать профессиональным художником помог ЗНУИ. Теперь Алексей полностью погружен в любимое дело. Уже в зрелом возрасте я поступил в ЗНУИ, отучился и закончил его. То есть, ну вот, здесь представлены картины, начиная с 16-го года. С 16-го года. То есть, ну, часть уже и не осталась картина, часть продана, часть висит, вот часть где-то выставляется. На экспозиции представлено 76 картин – 8 выпускников Заочного народного университета искусств. Все они выполнены в различных жанрах и техниках. Объединяет мастеров то, что учились они у одного преподавателя, члена Союза художников России Виктора Горбунцова. Хоть и закончили уже, но многие все равно приходят на занятия. Называются курсы повышения мастерства. Это они могут быть до бесконечности, потому что у нашего учителя можно, наверное, всю жизнь учиться, и он очень много всяких навыков дает. Каждая работа – это приглашение к созерцанию шумного города или тихого берега реки, леса, залитого солнцем или нежных цветов, спрятавшихся в тени деревьев. Каждая картина – словно небольшая история, рассказанная автором. Чем больше ты учишься рисовать, тем многограннее мир, потому что, наверное, ты, когда стоишь перед чем-то, что изображаешь, ты многократно переводишь взгляд с холста на этот предмет, и начинаешь видеть, что это не просто какой-то чайник, а это удивительно красивый чайник. И этими знаниями, этим собственным видением художники с удовольствием делятся с посетителями. Выставка «Мелодия цвета» будет работать в Видновском историко-культурном центре до 19 мая. Вход свободный. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В Центральной библиотеке состоялся ежегодный фестиваль театрального искусства «Шаг на сцену». Своё мастерство показали коллективы из Ленинского и Домодедовского городских округов. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стафёрова. Завершился детско-юношеский фестиваль театрального искусства «Шаг на сцену». В этом году свои умения показали школа-студия «Атмосфера», актёрская школа «Волна», театр-студия «Маска» и многие другие представители сценического мастерства. Организатор и ведущий Максим Баталенко с честью выдержал этот творческий марафон, который проходил уже 12-й раз. Занимаемся мы не тем, что производим новых звёзд, которые потом со сцены будут всех удивлять. Мы занимаемся тем, что даём детям возможность развиваться и творчески раскрываться. Вот это наша задача. Открывали фестиваль ребята из театра-студии «Маска». Они подготовили монолог на стихотворение Иммонта Зиедониса «Самый большой корабль». «Посмотри, как он разрезает. Море режет он пополам». «И лучше всего держать его в банке. Тогда по утрам приятно чистить зубы и прополаскивать рот». «Неверно было бы думать, что корабли лишь по морю в лугу». На мероприятии звучали не только строки, написанные известными авторами. На суд зрителей была представлена постановка «Хельда» по сценарию художественного руководителя школы-студии «Атмосфера» Александры Диордицы. «Была очень большая работа по донесению до наших юных актёров сути этого спектакля. И вот, наконец, мы готовы впервые представить его зрителям». Веронике Киселёвой 14 лет. Она занимается в «Атмосфере» всего полгода, но уже мечтает стать актрисой и сниматься в кино. Пока она в самом начале своего пути. Когда её коллектив показывал отрывок из спектакля «Хельда», Вероника выполняла работу светооператора. «Мне наша группа очень нравится. Не зря у нас название «Атмосфера». Потому что у нас, правда, вот когда приходишь на занятия, прям атмосферно все добрые, общительные. Мы шутим, но в то же время не забываем про работу. Усердно работаем над каждым номером. «Ох, Катюша, на кого же я тебя оставлю, если дед твой помрет?» «Деда, не говори так! Слышишь?» «Шучу, солнце моё, шучу». Каждое выступление театральных коллективов было встречено бурными аплодисментами и поддержкой зрительного зала. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин